Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Откровение 2 глава 23 стих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что есть испытывающие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Толкование. И детей ее поражу смертью. Дети греха, дети из-за вели и любодействующих с ней, никогда не имеют будущего, поражаются смертью. В них нет жизни. На плакатах их дела живут и побеждают. Но не успеет родиться новая идея, новое дело их, как устаревает, проваливается, умирает. Произведенная страшного греха жизни в себе не имеет. Не случайно сам Антихрист, Сын Погибели, которого поразит смерть от уст Господней. 2 Фессаллайкицам. 2 глава 3 стих. Будет, по мнению святого Ипполита Римского, от скверной Девы, от Луда. Так и буквально, и образно все это сбывается. 3. Наказывая эту пророчицу и грешивших с нею, Христос вразумляет все церкви, поместные христианские общины. 4. Ибо всем становится ясно, что Он смотрит не на внешность, величие знания, а видит самые внутренности нашей души, испытывает самое сердце и все, что в нем. 5. Сейчас люди скрывают свое любодеяние, любодействие. 6. А что еле и должертвенно, кто их проверит? 7. Но перед Ним вскроется все. Это будет на страшном суде. 8. И как бы отголосок этого грядущего суда является сейчас беспристрастный суд совести, столь часто тревожащий возлежащего на адре. 9. На страшном суде воздаст Господь каждому по делам его, каковы они и есть. 10. Напрасно, говорят протестанты, что спасает только вера, спасает только Христос. 11. От нас же требуется вера, живущая делами, иначе и вера наша труп. Иакова 2 глава 26 стих. 11. Воздаяние же на суде будет каждому по делам его. 12. И чтобы мы спешили, Господь и при жизни часто на глазах у всех поражает и из-за верий, и согрешающих с нею великими скорбями. 12. Вот это собрать всех святых отцов, что говорили по апокалипсису. 13. Этот труд провел отец Геннадий Фаст. 14. Я после этого столько читал еще новых толкований, притом православных батюшек. 15. Но ни одно, не то, что там рядом где-то, а даже близко его нет. 15. Почему? У него было духовное рождение, с детства он. 15. Он вкуса вина-то не знал, не говоря другое. 16. Ну, просто надо соображать, дано тебе или не дано. 16. Я прикиду, а мог бы я написать вот это, то, что он пишет? Не мог. 16. Я не претендую, а благодарю Бога. Благодарю Бога за то, что ему дано, а мне не дано. 17. У него другое образование. Ему это дано именно. 17. А вот он может написать, вот у меня, допустим, здесь, вот, во свете Библии, и вот здесь 4124 ответа по темам. Я заявляю ответственно, ни один священник, ни один архиерей это не напишет. 18. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Никогда. И не написали бы. Это дано мне, и он мне напишет это. 18. А что важнее? А важнее Бог будет разбирать. Ну, уже то и другое. Мы дополняем друг друга. 19. Друг друга. Я когда это читаю, я всегда удивляюсь, как он подошел к этому. 19. А он все время везде в интернете называет, я духовное чадо Игнатий. У него обратился, это в полном смысле чадо. 20. Потому что я могу сказать, я родил его благовествованием во Христе Иисусе, как Павел говорит. 21. Это тоже дивное дело Господнее. 21. У нас были, у меня такие, ни один, ни два человека. 22. Из сектантов пришли, там из мира, военные, ну, разные люди. 22. И вот бывает, после отношения портятся, человек уходит, ему теперь надо все загладить. 22. И что, Игнатий? Да я и до него все знал. 23. До этих занятий в университете. 23. Такие тоже есть. 24. И что интересно, и такую молитву Бог слышит. 24. Значит, они возвращаются мгновенно, буквально в тот же день, на ту позицию, где были до встречи со мной. 25. А там ничего не было. 25. И они вдруг встают утром, у них никакой веры нет. 25. Они бросаются там зарабатывать деньги, другой в блуд куда-то и прочее. 25. У него нет ничего. 26. Отец Геннадий постоянно, везде подчеркивает, что он получил вот там-то. 26. Я ремонтирую базу, на лесе сверху, у меня минуты нету с ним разговаривать. 27. А он приехал из Томска, молодой преподаватель в университете. 27. Он стоит внизу, держит там банку с краской и успевает все это для себя складывать. 27. Он ни разу, нигде не обрезал о том, что он знал все это до встречи со мной, и поэтому такой он плодоносный, плодовитый. 28. Он на этой базе, что у него заложено было при нашей встрече, строит все остальное. 29. Я в это убедился не сразу, а потом стал анализировать. 29. Почему так вот? 29. Есть люди, которые в моем доме, все они пришли, очень близкие были, друзья, как члены семьи. 29. И один делается вот таким внезапно, а другой таким не обрезает. 29. Другой не обрезает, но и не упоминает нигде. 30. Он хороший, все, но дальше он этого не идет. 31. А другой все время это подчеркивает, где я взял это. 31. Вот апостол Павел постоянно говорит об этом. 31. Это необходимо. Я постоянно говорю, я обратился, что Бог есть, я знал с детства, там, от груди матери, от утробы, я избранник у Бога. 31. И Бог меня как чудно вел, а сотнями или больше смертей избавлял. 31. Там добровольцам записываюсь, в Алжир воевать, и куда только не лез. 31. С пяти лет уже понимал, что я буду террористом, отомстить коммунистам. 31. Самая ненавистная личность это Ленин. 31. Но Господь через это вел, и привел, и обратился не где-то, а в доме сектантов. 32. Тогда было объединение, 50-ники с баптистами, да, которые 50-ники, наиболее такие ревностные. 32. Но это совершенно не те, что сегодня были. 33. Я там получил Библию, больше ничего, ни толкования, ничего. 34. Но я это подчеркиваю. 34. Я ни одного дня не был сектантом. 34. Через три месяца я уже стоял за капитрой, у них проповедовал. 35. Я подчеркиваю, то есть на этом фундаменте, что я строю. 35. А я бы мог сказать, да я Библию потом получил, просто нашел или дал кто-то. 36. Никак. Это Михаил Анна Еремеева. 36. Не просто Михаил, а Михаил Александрович, Анна Матвеевна. 37. И они так умерли в том положении. 37. Но я за них молюсь по сегодняшний день. 38. Они заботились о возрастании моей души. 38. Это каждому я как бы даю... 38. Пояснение. 39. Никогда не вышибайте из-под себя фундамент, какой у вас был. 39. Если вы обратились среди баптистов, или были каким-то харизматом, бесноватым, 39. Но вы там именно получили Библию в руки, подчеркивайте это. 39. И через эту благодарность Господь вас еще более наградит. 40. А за тех людей непрестанно молитесь. 40. Откровение. 2 глава, 24 стих. 40. Вам же и прочим, находящимся в феотире, который не держит сего учения, и который не знает так называемых глубин сатанинских, 41. Сказываю, что не наложу на вас иного бремени. 41. Толкование. 42. Вам же Господь обращается к непоследовавшим из завели, но твердо устоявшим в истинном апостольском учении, 42. И прочим, находящимся в феотире, который не держит сего учения, и не только учения ложного, избегающего, 43. Но и который не держит сего учения, и который не знает так называемых глубин сатанинских. 43. Это бездна греховных мерзостей называются глубинами сатанинскими. 44. Есть грехи малые, тоже гибельные, а есть грехи страшные, о которых и говорить открыто нельзя. 45. Это глубины сатанинские, в которые, ввергая человека лукавый, ввергает и через ложных пророков. 46. Здесь можно вспомнить и сатанинские глубины некоторых мерзких языческих культов. 47. Ужасы войн, лагерей и тюрм, разгул и разврата, публичные дома, некоторые изуверские секты, 47. Как, например, люциферианские, это тьма заблуждений и неверия. 48. Блажен, не знающий всех этих сатанинских глубин. 49. И христианам, вынуждену жить в таких условиях, практически не могущих пресечь эти грехи, 49. Христос говорит, сказываю, что не наложу на вас иного времени, то есть иного наказания и иных чажестей. 49. С вас и того достаточно, что живете среди таких мерзостей и из-за велиевых, и несете такое бремя. 50. Больше понести вы уже не сможете, но не возлагая на вас иного времени, говорю вам. 50. Вот, когда беседовать приходится, там с буддистами или где-то, начинает разбирать, когда возникло там учение, вот у Дворкина это пространно так, у меня совершенно другой подход. 50. С кем бы я ни беседовал, с мусульманами, баптистами, там другие, их учение, ну если потребуется, я его скажу, я учил специально это. 50. Но, и с первой же минуты я начинаю говорить с Библией в руках определенный стих, как называемый убойный, который им никогда не перейти. Откуда возникло, я двумя словами объясню, вот это четвертие царства, что церковь будет восхищена, другие останутся. Это адвентистское учение, не баптистское. Это Бахмелдер в этом трудился. Пару слов, одно предложение. Далее я привожу места Писания. Об этом восхищении я привожу, просто Бог дал мне память, 72 места Библии. Еще не было ни одной беседы, 50 лет, это не два дня, чтобы они в конце не сознались, что они не правы, что их учение ложное. У баптистов у всех, вот, а тысячелетиям царствия, восхищение церкви, пришествие Христа и прочее, связывание дьявола, вот откуда идет. У них нет истины в этом вопросе, а дальше легко уже рассуждать. Если в одном заблуждаетесь, защищаете, значит и другое такое же, а другое там легче всего. То есть я не вхожу ни в какие глубины этих учений, но если потребуется, а вы знаете их, ну как, не знаю, если я всю литературу их конспектировал, считал, но это не надо. Зачем это другим говорить об этом? И вот это Новый Завет, вот с толкованием изданный, я его выбросил из него толкование блаженного феофилахта, только то, что сегодня никому не нужно. Были такие-то богомилы, их нигде нету. И он разбирает, показывает это учение. Зачем нам оно нужно? Нигде. И вот здесь отец Геннадий, он коротко только сказал, но подробно он будет останавливаться о заблуждениях сегодняшних сектантов. Это вот именно единственно верный подход. Откровение 2 глава, 25 стих. Только то, что имеете, держите, пока приду. Толкование. То, что имеете, это или то бремя, которое вы уже несете, мерзости и из-за вели, или же это та дивная благодать прощения грехов, дара Духа Святого, самого Христа в сердце, данное верующим. Все, что имеете от меня, Христа держите, пока приду. Ибо ходит сатана, как рыкающий лев, и ищет, кого поглотить, у кого похитит венец, уже христианину приготовленный. Поэтому смотрите, держите до конца, пока я приду за вами в смерти или в вашей, или уже в славном втором пришествии. Откровение 2 глава, 26 стих. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Толкование. Обетование побеждающим. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, то есть, кто остается чистым от всех мерзостей и из-за вели, и причем до конца, а не до полпути, не до угрозы страдания, а до конца, до самой смерти, соблюдающей все. Иначе еще, не часть заповедей, а все должны последовательно до конца быть воплощены в жизни. Так вот, тому дам власть над язычниками. Церкви и ее пастырям дал Христос власть вязать и разрешать. Матфея 16 глава, 19 стих. 18 глава, 18 стих. Евангелие от Яна, 20 глава, 21 по 23 стих. Что будет связано на земле, то будет связано на небе. И что разрешено на земле, то и на небе. А так как великая власть дана над демонами, приказов служитель и бежит демон. Вспомним Иоанна, святителя Новгородского. Сначала запретившему бесу, а потом заставившему бес оставить его в Иерусалим на поклонение и обратно. Великая дана власть всякому христианину на победу над грехом и на попрание всяких сил лукавых. Так христиане облекаются силой и властью свыше. И эта духовная власть обращается теперь на темный и безжизненный мир язычества. Догорают последние идольские капища. Повсюду водружается крест. Силой власть Христа побеждает язычников. Сим крестом побеждай, говорит Бог императору Константину. Откровение 2 глава 27 стих И будет пасти и жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться. И как и я получил власть от отца моего. Толкование Силой свет христианства побеждает мрак язычества и пасет народы. Языческая Римская империя, бывшая некогда железною, становится глиняной. Так это и видел на уходу Носор во сне. Многие стуканы были частью из железа, а частью из глины горшечной. Даниил 2 глава 40 по 43 стих Как глиняный сосуд рассыпается язычество перед властью Христа, явленной в его церкви. Жезл царей земных царствует над телами, но выше власть жезла архиерейского, властвующего над грехом, демонами и душами. Что глина перед железом, то власть земная пред властью духовною. Христос сказал ученикам, Дана мне всякая власть на небе и на земле. Матфея 28 глава 18 стих Как Бог Христос всегда имел всякую власть. В свое первое пришествие, победив сатану как сын человеческий, он получает от отца своего всякую власть на небе и на земле. Так прославляется божественная власть человек Иисус Христос. Человечество его прославляется славой божественной. Совершив все, он вознесся на небо и воссел одесную Бога. Матфея 16 глава 19 стих Предславным Твоим вознесением Плотское обоживое восприятие И седесным отца сидением почтей Молитва Симеона Метафраста Третьего ко святому причастию Он получил власть от отца и передал ее ученикам своим, Говоря, Как послал меня отец, так и я посылаю вас. Сказав сие, дунул и говорит им Примите Духа Святого Кому простите грехи, тому простятся На ком оставите, на том останутся. Иван Гриотиана 20 глава С 21 по 23 стих О Христе же сказано теперь Престул Твой век века Жержел Царствия Твоего Жержел правоты И сидя одеснуй меня Да коли положу врагов Твоих Под ноженок Твоих Евреям 1 глава 8-13 стих Служи своих Поставил Христос Князьями по всей земле Псалом 44-17 стих Так основал Христос Царство Духовное И жезлом власти духовной Окружил верных чад своих Побеждающих язычество Как глиняные сосуды И дал им власть духовную Рассеять тьму языческую Не о земной власти Должны здесь думать А о духовной Хотя часто Господь буквально сокрушал народы Любодействующих идолослужителей И повергал их на одр И в великую скорбь Христианам же давал Время мирное и славное Обетование в стихе 26-27 Указывает так же На страшный суд Когда прелещенные будут осуждены Верующими И сокрушаться Как глиняные сосуды 1 Коринфянам 6 глава 2 стих Отец передал суд сыну А сын передает суд святым своим Так отец через сына А сын через святых своих Осудят и сокрушат мир грешников Вот я немножко остановлюсь На этом жезле железном А для чего он нужен? Сокрушить сосуды Какие сосуды? Сосуды это люди Наказания, народы какие-то И вот придумали Бог никого не наказывает Это так они за Бога Ратуют Бог такой добрый Никого не наказывает А кто потопил в потопе Всех младенцев Всех зверей А кто сжег Содомий младенцев И всю скотину И неизвестно где эти города Не могут найти Может быть именно На дне Мертвого моря На какой глубине Надо смотреть Что говорит об этом Святая Библия Но ко мне вопросы Часто приходят Важные и не важные Ну а как вы думаете Вот епископы сегодня с жезлами Они для чего эти жезлы? А вы у них спросите Это знак у него власти Он без палочки Никто Но это все символика Вот у него щит Это висит Как подручник на боку Это награды Даже читается На бедренник На руках Ну всякие такие награды Как вот детская игра Какая-то идет Как казаки сегодня Ни лошадей нету И они не нужны Нигде Вот одеваются Чужие ордена Лепят звания Там всякие присваивают Это игра Жезл нужен для наказания Все Другого нет Ну а сегодня Вот мы ходим на благовестие По дворам Заходим Людей приглашаем И дарим Евангелие И собаки бросаются А бывает непривязанно кинется А мы идем еще и с ребятишками Детский концерт там Ставим Поэтому мне пришлось Пересмотреть наше шествие Однажды наша сестра не погибла От огромной собаки Которая на цепи Но выскочила Я дал только У меня сумкой успел отбиться Она вцепилась И так на книге На то и осталось Повреждение через сумку Сестру она бы просто порвала Все Ну и что нужно Нам Необходимо посмотреть Как себя защитить Я сделал Вот такие палки Ну все это Насколько возможно Так прилично Ошкурил Шкуры снял И написали везде Евангельский посох Для чего? Для того чтобы отбиваться От собак Когда мы заходим Ребенок идет у нас сзади А когда выходим Он впереди А я сзади палочкой так Машу и иду Даже не гляжу И собака уже не приближается Они очень нам помогают И жезл нужен для чего? Это посох Когда идет человек Опирается Больные ноги у него Или устал Или что-то И третье Для того чтобы Палкой убрать Негодно Вот мы ехали Задавленная собака Мы остановились Я палкой Этот труп Собаки Извинул в кювет И все Руками не пришлось Прикасаться Другого назначения Я пока не знаю Вот Сегодня у епископа Спроси Он тебе Для чего нужен-то? Его возят Что-то там На дороге негодно Он убирать этим не будет Наказывать от собак Отбиваться Или от людей Он не будет Опираться на него Не обопрется Я единственное Посмотрел Для чего он годен А сегодня они еще Так ввинчивают Одно в другое Ну как спиннинг Вот для чего Рыбачить Если у него там внутри Есть там поплавок Удочка Можно рыбачить Остановился и порыбачил Он рыбак Это вполне Но они не знают Это те которые готовят Ну можно сделать Чтобы там еще Запасных было Несколько Составных частей Как вот сейчас Под видеоаппаратурой Ножки составные Антенны составные Вот как Внутри-то пустота Как коконы Шелкопряда Из Китая Это послы Сумели вынести Заложили туда И вот нужно Когда готовят Это им сказать Охотники Вы никакие Охотиться они не умеют Охотники Это те которые Гонят Облаву делают Обложили меня Обложили Как Ну гонят Проще так Скотину к себе Бывает Загоняют Когда Господь посылает Говорит рыбаков А потом охотников А рыбаки А рыбаки Именно на крючок На наживку Обещание Давайте Переезжайте Вот то другое Хорошее Там Берут заботу И прочее Это рыбаки Церковь сегодня Никакой власти В наказаниях Не имеет Только одно Причастие Они этим Они этим играют Было время Когда они могли Инквизиторскими штучками Баловаться Индульгенциями Все это властям Доносы Сегодня чуть-чуть Слабинка маленькая И они сразу За это хватаются То есть у них посох Есть Но они Пользуются им С разрешения Властей Вот у нас Был здесь Благочинный И он писал Списки знают Кто мы такие Все Мы же Причищаемся здесь И все Милицию Там уполномоченного Сдавал Меня арестовали Это по их наводке Я говорю Только о посохе Епископском У священников Вообще ничего нет Ни посоха Ничего нет У них только Кадиллаки Машины Машины есть И зависть Если кто не знает Чем больна церковь Я беру От красного Левикина Государство больно Трусостью И корыстью А церковь Трижды больна Этой болезнью Трусость и корысть Корысть и трусость Далее Откровение 2 глава 28 стих И дам ему Звезду Утреннюю Толкование Еще одно Обетование Побеждающим Феотирские грехи Им обещает Господь Дать звезду Утреннюю Что это? Сам Господь И объясняет Я есть Звезда Светлая И утренняя 22 глава 16 стих Откровение Это Христос Победитель Примет Самого Христа Звезду Светлую Вечер Мировой Истории Сгущается Мрак Тьма Окутала Землю Но чем Ночь Темнее Тем ярче Звезды Густ Мрака Греха Светил Свет Святых Звезд Церковных Просеявших Перед утром Жи бывает Особенно темно Потом Наступает Заря И мы видим Утреннюю Звезду Так и здесь На склоне Историей После Гущи Утреннего Мрака Антихристова Является Заря И звезда Утренняя Христос Это его Второе Славное Пришествие Но и сейчас В жизни Побеждающий Обретает Звезду Утреннюю Рассеивается Мрак Земли Исчезает Греховная Темень Рассветает И рождается В сердце Утренняя Звезда Сам Господь Иисус Христос И иное Содержание Имеет Это обетование Читаем Исаия 14 глава 12 стих Как упал ты с неба Деница Сын Зарей Разбился Землю Попиравший Народы И слова Христа Я видел Сатану Спадшего С неба Как молнию Все даю Вам власть Наступать На змей И скорпионов И на всю силу Вражию И ничто Не повредит Вам Луки 10 глава 18-19 Так сокрушает Христос Под ноги Верных Своих Под ноги Верным Своих Сатану И всю силу Вражью Побеждающему Христос Дает власть Над падшую Звездою И всей Ее силой Тот Кто грехом Сокрушал Людей Сокрушается Теперь людьми Победившим И грех Так бывает Священное Писание Что столь Разное И противоположное Сравнивается С одним и тем же Так например Христос Лев От колена Иудина Откровение 5 глава 5 стих Антихрист Молодой лев Который выбегает Из вассана Второзаконие 33 глава 22 стих Дьявол ходит Как рыкающий лев 1 Петра 5-8 А одно и то же Толкуется Прямо Диаметрально Противоположным Почему Но есть то и другое Когда я Долго гонялся За откровением Толкованием И все таки Оно мне в руки Пришло Оказалось На старшком В славянском Я сел За изучение языка И перевел И переписал его На русский язык Я разочарован был Андрея Кесаренко Подокисского Я ожидал Что там Такая точность будет Ничего там нету В этом откровении Но он Толкует все Библией Вот Конь белый Это святые Правильные одежды А другое Конь белый Который Это Сатана Принимает Вид ангела света Это же разное Ну разное Такое и такое Если ты изберешь Что Он трехтолковый А Есть такое Даже семитолковый Одно и то же место Семь разных Толкований Он говорит Что церковь принята Так Азжемню То есть А я думаю Но он не настаивает На этом Вот тут В самом предисловии Говорится Это Исаак Ньютон Другие Толкователи Толковали И сегодня Многие бросаются Вот я смотрю Какие священники Ну православные Поближе к истине Но вот так Вот как здесь Отец Геннадий Пас Никого нету Близко Почему они этого не пережили И не знают И он раскрывает Все заблуждения Сектантов Ну Основные Какие есть Они этого не могут сделать Они его не знают Но так как книга Эта его одобрена Апокалипсис Целковый Патриархия Она продается Во всех Ну и во всех Которые я знаю В храмах То они сильно На нее не нападают Да Дальше Откровение Вторая глава Двадцать девятости Имеющий ухо Слышит Да слышит Что дух Говорится к вам Все Все дальше Откровение Третья глава Первый стих И ангелу Сардийской церкви Напиши Так говорит Имеющий Семь духов Божьих И семь звезд Зная Твои дела Ты носишь Имя Будто жив Но ты мертв Толкование Это возможно Семь Верховных Ангелов Которые Христос Имеет Как владыка И царь Ангелов По именам Нам известны Тоже Семь Верховных Ангелов Четыре Из них Называет Само Писание А три Открытые Богомысленным Отцам Церкви Первая Михаил Послужение Своему Победитель И особо Покровитель Народа Израильского Даниил Десятая Глава Тринадцатый Двадцать Послание Иуды Девято Девято Откровение Двенадцатая Глава Седьмой Второе Гавриил Вестник Таин Божий Даниил Восьмая Глава Шестнадцатых Луки Первая Глава Двадцатой Третье Рафаил Целитель Недугов Человеческих Книга Тавита Двенадцатая Глава Четырнадцатый Пятнадцатый Четвертый Уриил Просветитель Как отблеск Огня Божественного Третья Ездра Четвертая Глава Первый Стих Пятый Салафиил Молитвенник У Бога О людях И возбуждающий Их Молитве Третья Ездра Пятая Глава Шестнадцатых И Игудуил Славитель Божий Укрепляющих Людей К славе Божией И Ходотайствующий У Бога О прославлении Их Седьмой Варахиил Благословитель Посылающий Благословение Божие Которые Возносят Молицы Святых И восходят Пред славу Святого Тавита 12 глав 15 стих И еще Мы увидим В Апокалипсисе Семь ангелов Стоящих Перед Богом Или же Семь Духов Божьих То есть Семь Действий Животворящего Духа Полнота Духа Святого Которым Помазан был Христос Более Соучастников Своих Христиан Псалом 44 8 стих Ангелов Христос Имеет Как Владыка Духа Как Единосущный Ему И Семь Звезд Опять Предстает Христос Как Держащий В деснице Своей Пастыри Церкви Так В Сардийской Церкви Находящейся В духовном Мертвенном Состоянии Ивляется Христос Как Помазанник Божий Исполненный Животворящего Духа Трудная Предстает Пастырю Сардийской Церкви Работа Чтобы Жила Община Но Укрепит Его Христос Держащий Пастыр В деснице Своей Посылающий Ангелов Своих На служение Спасаемым Евреям 1 глава 14 стих Знаю Твои дела Говорит Как И везде Господь Но дальше Увидим Что не радуют Его Эти дела Сардийцев И негодные Наши дела Не скрыты От Господа Как И чем Мы их Не прикрывали Ты Носишь Имя Будто жив Но ты мертв Это Номинальное Христианство Формальное Исповедание Христа И имени Вечного Живого Бога Называние Себя Христианами Рабами Божьими При отсутствии Живой веры В сердце По своему По своему Имени Номинальный Христианин Кажется Живым Фактически Живон Духовно Мертв Духовная Мертвенность Разъедает Души Таких Христиан Испытаем И мы Себя Не такое Ли наше Состояние Не таковы ли Мы Откровение 3 глава 2 стих Бодрствуй Утверждай Прочее Близкое К смерти Ибо я Не нахожу Чтобы дела Твои Были совершенны Перед Богом Моим Толкование И вот Обращается Христос И говорит Бодрствуй Сардейская Церковь Полусонном Состояние Она Как Соломита Говорит Приходящую К ней Христу Я Скинул Хитон Мой Как же Мне Опять Надевать Его Я Вымыла Ноги Мой Как же Мне Морать Их Песня Песней Пятая Глава Третья Нет Сладкая Нега В постели Лень Встать На встречу Христу Почти Не остается Сил Бороться С нашедшей Дремотой Слепаются Веки Склоняется Голова Но вот Громко Говорит Тебе Дремлющему Не дремлющий Израиля Бодрствуй Встань Спящий В грехах Пробудись От сна Бодрствуй О пастырь Над веренными Тебе И утверждай Прочее Близкое К смерти Многие Объяты Страшным Сном Греха А массы Народа Отшатнулись Вовсе От веры Но ты Хоть Прочее Еще Не совсем Умершее Но Близкое К смерти В ком Еще Теплится Немного Веры Утверди В благочестии Вере Возгрей В них Любовь Божественную Возврати К жизни Как Утопавшему Делают Искусственное Дыхание Так и ты О пастырь Склонись Над бездыханными Возбуди В них Дыхание Жизни Своей ревностью Данно тебе Богом Благодатью Утверди В жизни Близких К смерти Люди Часто говорят А какие Грехи Да нет У меня Особо Грехов Никому Зла Не желаю А есть Даже В некоторых Сектах Совершенники Так они Считают Себя Освященными И уже Больше Не согрешающими Может Мы Люди И считаем Так Но Христос Не считает Он Говорит Не нахожу Чтобы дела Твои Были Совершенно Перед Богом Моим Христос Часто Как человек Называет Своего Отца Богом Своим Дела Твои Может И совершены Перед Твоей Очерствевшей Совестью Твоим Окаменевшим Сердцем Твоим Оглохшим Ухом Прилещенным Ересью Умом Они Может Быть И совершены Перед Некоторыми Людьми Тебя Может Хвалят И даже Славословят Но Перед Богом Все Это Пусто Все Гниль И мерзость Господь Не находит Твои дела Совершенными Ты только Имя Имеешь Думаешь Что живешь А на самом деле Все дела Твои Мертвечина Несовершенны Они Перед Богом Обращаясь Эти слова Христос Собственно К пастырю Мертвенное Состояние Пасты Христос Находит В несовершенных Делах Пастыря Великая Страшная Ответственность Пастырей Все Наверное Тебе надо Пометить Там Давайте Вот Точечку Поставь себе Где-то Крестик Или что Чтобы В следующий раз Знать Откуда Сейчас Покажи Я Покажу Что у меня Здесь есть Вот Наше Главное Сокровище Конечно Это Души наши Спасенные Христом Но он Кое-что Позволяет И делать Мы переиздали Это наше Издание Трехтомик Нового Завета С апокалипсисом Полное Толкование Вот Эти С закладками Подарочные Покажу Первоначально Вот Новый Завет Как раз Вот Это Переиздали И здесь же 230 Гюставо Доре Показано Его Гравюр Нами Раскрашены В полный Лист Вот Это Второе Издание Сейчас Издали И кроме Того У нас Есть Сайт Наш Во свете Библии Православный Библейский Сайт Я попробовал Через гугл Узнать Православный И библейский Два слова Соединить Нигде Больше Нету Это Несовместимые Слова Как сегодня Державники Мы за Православие Но мы против Христианства Ну до Определенной Точкой Сегодня Православие Очень близко К этому Очень близко Что ни возьми Вот сейчас Мне сегодня Такой вопрос Задали Как вы Миссионерств А что Главное У вас Главное Это Библия Главное Жить Быть Неукоризненным Жить по Евангелию Быть Вадимом Духом Божиим А далее Не защищать То Что не Защищается То есть Признавать Свои ошибки Вот мне Говорят Так-то Так Говорят Сектанты А мы Говорим Так Наклонить голову И сказать Мы не правы И все До чего Защищать Гнилье Нигде Что защищать Там начинает Поклонение Мощам Поясам Веригам Да никак Все это Выдумка Выдумка Которая В Евангелии Ни одного слова Нигде нет Да так понятно Мы верим Живому Христу И всякие Наши объяснения У меня Иконы Есть Все Все есть Антимин В церкви Но мы должны Понимать Что это Не то А вот Мощь Ну Мощь Это труп Назван мощами Труп не любят Называть А мощи Это что-то там есть Какая-то мощь Ну а разве Можно назвать На мощи Труп Ну что ж такое Где труп Там соберутся Орлы Трупом Кто называется Христос А далее Инох и Илья Сойдут на землю И убьет их Антихрист И трупы Их бросит Так их мощи Почему не сказал Мощи бросит А трупы Это у нас Такой перевод Он тебе во всех языках Такой Одинаковый Везде И здесь Вот Самое ценное Не то что здесь Вот есть Звук аудио Я 50 книг Насчитал Библии 12 томов Златоуста 12 томов Жития святых Это все здесь На нашем сайте Вот в этом Там беседа Аудио Мои беседы С Деметрием Дудковым Александром Менем Вот Стихи Вот здесь 38 наших книг Вот здесь Вот Для скачивания Самое Самое ценное 626 И пока Подтверждается Подтверждается Могут Создать Лучше Начитать Более красочно Оформить Стихи Лучше Написать Тут 3467 Моих Стихотворений Но ответы Вот эти Дать Никто Не даст Ну Опровергните Меня А почему Моя биография Такая Что она Именно Создавалась Богом Чтобы Я это Написал Моя жизнь Именно такая Была Именно С такими Перевалами Чтобы Я вот это Все знал И ответил Никому Не приглядываясь Моя жизнь Такая Что я Ничем Не связан Не связан КГБУ Пытаются Мы тебя с работы Выгоним А я без работы Меня уже выгнали Диплом отнимем И я его бросил Ну что бы они ни сказали У меня этого нет ничего И они по пустоте бьют И наконец Махнули рукой Никуда его В дурдом его Меня 26 лет Только психиатрия Держала На На крючке И мучили И кололи И чего только не делали Но я остался живой Великим Дивным Господом Я спасен был А вот здесь Написано Православных порам Игнатия Лапкина В него только ткнул И сразу форум Открывается Вот он 1440 тем Очень богатый У нас Вот в Майл.ру Это считаю Лучшая система Интернетная Для связи Неодноклассники Контакт Фейсбуки Разные Твиттеры Это пустое Это пустое Не то что Маленькое А пустое А одному Послал Дальше Не знает Вот система Но в прошлом году Она была Совершенная Сразу Можно было Посылать На 10 тысяч Человек Притом 3000 знаков 12 фотографий Вообще Чудо было Но сейчас Все это Укоротили Но все равно Кое что Можно еще Здесь сделать И у нас Еще открыт Канал Православный Видеоканал В ютубе Это почти Тысяча Наших роликов Вот заходите Здесь Вы найдете Вот сейчас Выставляет Там Администрация Моя беседа Вот С мусульманским Мулой И его женой На тему Тут в Кремлином 6.23 Вторая Это беседа В храме Города Тбилиси Грузия 2013 год Это сегодня Нынче Все это было Следующее О лидерстве И необходимых Для этого Качествах Вот В шести Качествах Это я в лагере Беседую с людьми Которые приехали Нынче из Казахстана Принимать полное крещение С погружением Ну есть еще Это небольшое Конечно Живой журнал Нахваливали его Такое А он тоже мертвый Тут такие материалы Мы поставили Не знаешь Кто смотрел Кто был Никакой связи Ничего нету Вот на На форуме Да Тут у нас Вот сегодня Мне за ночь Накидали столько вопросов Кто-то просит Книги выслать Книги эти Я говорю Какая цена Вот это вот Для иностранцев Зарубежных Это 75 евро Все 38 750 Для местных Вот сейчас я высылаю Может сегодня Посылать буду В несколько мест Это 20100 рублей Книги Книги эти все Сшиты На Комсетной бумаге Намелованные Вот эти цветные Фотографии Репродукции Вот Но 90% Изданных книг Я дарю Библиотекам 90% Бесплатно Вот они есть Бесплатно Совершенно Мы за два года Подарили На 7 миллионов 150 тысяч Поэтому на 1 десятину Я уже ничего не могу создать Уже больше не пишу И не издаю Я решительно отошел От всего этого А это все делаем Для того чтобы люди Могли познать Познать истину Здесь все Заходите на наш сайт На наш форум Ну все пока На сегодня Я отхожу Ответы надо давать Ответы Требуются Вот видишь Что это означает Даже вот у меня надписи Чтобы я не забыл Плитка включенная Вода греется Допустим Вот здесь показано хлеб Это означает Позвонили Кто нам хлеб печет Нужно встретить Все забывается здесь Это вот у меня Подаренный мне Телефон Вот А это у меня записная книжка А я сам переплетчик Реставратор Много лет был Видите как И обыкновенная бумага Вот она сделана Старинным методом Переплетается С пальчиками Вот она Это невозможно На шнурах Самый прочный То есть лучше этого метода Просто нету Я переплетал большие книги Примерно 3000 томов Вернул к жизни Это очень кропотливая работа Очень Невыгодная Но любовь Все Препобеждает Переплет помог мне Сбросить С 7 часов Сон до 2,5 часов Я всю ночь копаюсь Магнитофон Слушаю И получается Жития святых Так отрывочно Я почти 10 раз Прослушал Поэтому мне нельзя Его не знать Просто нельзя Все Отошел Сегодня вопрос Игнатию Тихоновичу На которые люди Ждут ответа Вот я открываю Это администрация Это вопросы На которые люди Ждут ответа Но это вторая страница Надо Бывает у нас 7-8 страниц Вот Вышли следующие книги Его даже можно показать В пропаде стиха Ах Вот посмотри Какие Жития святых Вот Какая цена Все здесь указано В симфонии На ней конеческие книги Самая полная Более полная Нигде нету Вообще нету Вот она К истинному православию Второе здание Это я 40 лет материал Собирал на нее Вот какие темы Там В этой книге Вот Просто посмотрите Что там есть Для слова Божия Нетуз Она из одних документов И Статей Какие писали О нас О деревне Чтобы с нуля Строим православную деревню Кто может там поселиться И вот открытым оком 30 томов 30 Которые Вписаны в виде А еще 3 Добавлены в интернетной версии Вот Каждый том Вот какой он И какая его цена Оттолкование на весь Новый завет Блаженного Фефилакта Вот 297 комментарий Моих Вот Кем Геннадием Фастом Вот показаны Где-то Сколько это стоит 2000 рублей Цена 38 книг Доставка в дальние края Все вместе 750 евро Цена на октябрь Сейчас 2013 Редакция готова Предоставить Желающим Право на издание Вот Вот теперь я отвечаю На вопросы Вот И теперь это Эти вопросы Сегодня уже будут В интернете Это вот люди приходят Вот Какой-то Иван Забель Отец Игнатий Вы до меня как отец Из-за этого Называю вас так Простите меня Грешно Что беспокою вас Видите Вот тоже Я студент в семинаре Это сегодня пришло Ярослав Плотников Пишу работу Связанную С современным состоянием Катехизации В РПЦ Отчасти знаком С вашими трудами Но к сожалению Не с первоисточников Хотелось бы попросить Вас прислать Ваши труды Касающиеся данной тематики Спасибо Что значит прислать Это что прислать 38 книг У меня Там все есть Только они Поэтому надо В интернетной версии Я показывал Где Вот Во свете Библии И вот здесь Все книги Вот они Из-за них Откни в них И они там есть Но некоторые говорят Я не люблю в интернете Только так Но там мы тогда договоримся Я высылаю Счет Где Дальше что Ирина Гром Левантовская Игнатий Кихонович Сможете прокомментировать Один стих Из священного писания Писания Притча 2.20 Посему ходи путем добрых И держись в сезей праведников Потому что праведным Будут жить на земле И непорочные Пребудут на ней А беззаконные Будут истребленные Из земли И вероломные Искорененные Из нее Вот Вероломные Истребленные Вот прежде чем отвечать Я беру Вот этот поисковик Библейский Тут 2.20 Притчи И смотрю К слову сказать Все ли знают Кто этот поисковик сделал Такой прекрасный Тимофей Ха Вьетнамец Он в московском В Ломоносовском университете Учился Я его искал долго Потом ему выслал Подарки свои Он сильно облегчил мне Работу с книгами Тимофей И мы за него Каждый день молимся Тимофей Как допустим Интернет изобрел Тим Бернерсли Тим Тоже Тимофей А мобильный телефон Мартин Купер Мы каждый день За него молимся Будьте благодарны Вот теперь мы увидели Что притча Притча 2.20 Вот давайте Сначала я проверяю Потому что Надо смотреть Перевод Правильно Дали или нет Притча 2.20 2.20 Искоренен И из нее И все Во славу Божию Отхожу 2.20 О! 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 Продолжение следует...